Друзья, я думаю, мы уже можем начинать. Рада вас приветствовать. Представлю вам нашего спикера. Это Сергей Маринец. Сергей – джава-евангелист, активный участник, спикер конференции, встреч, юзер-групп. Собственно, сегодня про джава-технологию будем говорить. Прошу приветствовать. Добрый вечер, Днепр. Очень приятно приехать сюда в очередной раз. Да, и знаете, это такое странное чувство, что вот каждый раз полный зал, да? Вроде и пиццы нет бесплатной, нет алкоголя бесплатного, да? А люди приходят постоянно. Не знаю почему, вот в чем секрет, да? Но надеюсь, что так и будет дальше. А, не видно моего экрана. Да. Итак, сегодня мы поговорим о том, о принципе, о паттерне Dependency Injection в джава. Ну, немножко обо мне. Я разработчик с большим опытом, преподаватель, тренер. Вот. Я автор четырех книг по программированию. Они все есть на моем сайте, в свободном доступе. Также я люблю выступать на конференциях. Конференциях национального уровня, конференциях уровня международного, да, то есть Европе. Вот. И вот это мой последний доклад, который был, был в прошлом году, на конференции Devox в Кракове. Кто не знает, Devox – это самая большая конференция в мире по джава. Она проходит в шести городах. Вот. И вот в прошлом году, в июне, я как раз выступал. И вы знаете, что это с тем, что не так просто подготовить доклад для украинской аудитории. Если сделаешь доклад простой, скажут, так это же просто, мы это так и знаем, да, нам это не нужно. Делаешь доклад сложно, скажут, так это, ну, сложно, мы это не используем, зачем нам это, да. Поэтому приходится вот так вот немножко лавировать. И я думаю, что если вы пришли сегодня на доклад, да, то, наверное, вам интересует что-то, типа, неизвестный dpdc-injection, да, потому что, в принципе, dpdc-injection знают все. Есть ли кто не знает, какой dpdc-injection? Кто-то стесняется, наверное, сказать? Вот. Но, наверное, все знают. Вот. И моя задача сказать то, что, возможно, либо скрыто за кадром, либо то, что вы еще не используете. Плюс еще одна вещь, это так называемая дефобия. Дефобия – это профессиональное заболевание, боязнь dpdc-injection, боязнь использовать dpdc-injection. И сегодня мы поговорим об симптомах и о том, как с этим бороться, да. Итак, начнем. Зачем вообще нужно такое понятие? Представьте себе, что у нас есть простой компонент, сервер, у которого есть две функции – это старт и стоп. Вот. И есть некоторый логгер, дземьего дебиратора, который сохраняет данные в базу, да. Ну, такая вот инкапсуляция простенькая. Вот. И мы хотим, чтобы у нас во время работы нашего компонента сервер, да, у нас происходило логгирование в базу данных. Вот. И мы вот так ее сделали, да. В принципе, будет это работать, да? Будет. Но при этом возникают некоторые сложности или проблемы, да. Как вы думаете, какие? Окей. Еще. Совершенно верно. То есть наш сервер-компонент является непереиспользуемым, да. Он завязан именно над дебирателем. Если мы хотим использовать другое логгирование, например, файловые или какое-то еще, у нас это не получится сделать. А если получится, то как сделать конфигурацию, да? Как это поменять логически? Вот. И, соответственно, одно из решений, одно из решений, это ввести dependency injection. Что мы можем сделать? Мы можем сделать то, что называется слабое связывание, правильно? То есть ввести некоторую абстракцию, которую мы называем writer. Тогда выделим все, что касается логгирования, да. Ну, допустим, функция write. При этом у нас интерфейс стал еще функциональным, да, потому что там всего лишь иностранный метод. Вот. И в таком случае все его реализации, допустим, memory writer, file writer, db writer, вот у них все будут этот интерфейс реализовывать. Вот. Допустим, db writer, да, в нем появляются некоторые свойства, которые мы можем также инициализировать. Вот. И теперь у нас класс сервер, класс сервер не использует напрямую db writer, а мы ему уже поставляем некоторый интерфейс, writer. Какого он не знает, да, он лишь его использует, да. Вот. Мы лишь его внедряем writer извне, да. И вот такая получается у нас конфигурация, в конце концов, то есть мы инициализируем наш writer, а потом инициализируем наш сервер. Вот здесь все хорошо. Но при этом возникают некоторые проблемы, так. Например, а как нам использовать те же самые объекты в других наших компонентах, так. как их связывать между собой, вот, как их использовать scope, вот, как их инициализировать, свойства и так далее. Вот. И это все довольно-таки сложно, поэтому в конце концов есть два варианта, да. Либо все это придумывайте сами, либо используйте какое-то готовое решение, вот, и оно есть, да. Давайте поговорим о истории dpnc injection. Итак, оно появилось в Spring в 2002 году. Вот. Ой. Вот. В шестом году, в шестом году, по примеру, Spring, да, появилось VGB, VGB с помощью аннотаций. Вот. В седьмом году Google реализовал свой фреймвор Google Juice для публичного использования. В девятом году появились, наконец-то, аннотации JavaX Inject, так, это GSC 330. Вот. В тринадцатом году появился Dagger, да, его компания Swagger, Square разрабатывала. Вот. И в пятнадцатом году появился Dagger 2, да, вот эти все технологии, о которых мы сегодня и поговорим. Вот. И вот этот человек, его зовут Rob Lee, вот, я думаю, вам он известен. Вот. Он имеет отношение практически ко всему, что здесь указано, да, он имеет отношение к Dagger, он разрабатывал, и к Google Juice, вот, и к многим остальным, то есть человек, который, в принципе, очень известный, да. И вот dependency injection, так, то есть, в принципе, многие его путают с еще одним понятием, как IOC, так, Invention of Control. На самом деле, в принципе, это разные понятия, почему? Потому что dependency injection это лишь частный случай IOC, так. Почему? Потому что IOC может быть также Service Locator, да, еще один паттерн, плюс Object Lookup, да, то, что мы не рассматриваем, но в том числе и dependency injection. dependency injection может быть четырех типов. Это Field Injection, да, Method Injection, Constructing Injection, вот, и Interface Injection. Да, об этом все мы поговорим. Хорошо, а теперь такой вопрос. Кто считает, что он знает все о программировании? поднимите, поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие люди? Ну, без меня это поднятие, то как-то будет стыдно, что не пришел на меня человек. Хорошо. Да, такой вопрос. Кто скажет, какой это язык программирования? Да, совершенно верно. TypeScript, это пример из Angular. Вот, на самом деле он выглядит вот так вот примерно. Вот, и что мне приятно, что Angular, JS, это был первый язык, который во фронт-энде придумал dependency injection. Да, во фронт-энде. До этого еще не было. Вот, и мы видим здесь примерно, как это выглядит, да, то есть с помощью аннотации rejectable мы объявляем наш изус-сервис, в принципе, как bin, да, затем мы инжектим другой сервис, да, другой компонент, букс-сервис, да, и так это работает. Думаю, это, в принципе, всем понятно, да. А как вы думаете, а если мы так сделаем, это будет работать? То есть, так можно его сделать, можно не указать тип. Будет ли это работать? Да, но если здесь мы, вот в этом случае, мы знаем, какой тип нашего сервиса, да, мы можем его найти по типу из-за инжекти, да, то здесь у нас как бы нет, то есть просто некоторые переменные, да, можно ли как-то узнать фреймворк о том, что же здесь инжекти? Нет, да, к счастью, к сожалению, не так мощен, поэтому для того, чтобы это заработало, необходим еще вот такой вот хэк, да, необходим еще специальный токен, указать, что именно мы хотим инжектировать именно данный букс-сервис. Тем не менее, мы видим, что даже во фронт-энде, даже во фронт-энде, да, уже есть депрендентный инжекшн, да, то есть это, в принципе, популярный патент. EGB, да, EGB, в принципе, это технология, которая была популярна, ну, в такие страдания времена, вот, но здесь тоже и депрендентный инжекшн, если у вас есть некоторый бин, enterprise бин, допустим, library message бин, вы можете заинжектить другой бин с помощью аннотации EGB, это EGB 3.0, да, и позже, да, в принципе, это работает, вот, и все хорошо. Google Juice, Google Juice это фреймворк, который очень популярен, почему, потому что, в принципе, не всем нужна такая мощь, которая есть в Spring, да, нужна какая-то легковесность, поэтому Google Juice является такой альтернативой, которая разрабатывается довольно-таки успешно, у нее много интеграции с JPA, и с Web, и всем остальным, вот, и, в принципе, единственное, что немножко другая конфигурация, в отличие от Spring, так, как добавить поддержку Google Juice, очень просто, всего лишь надзависимость, небольшая, вот, если у вас есть некоторый интерфейс, вот, который нужно заинжектить в класс, вы всего лишь помещаете аннотацию inject, да, это то, что есть Java E, Java X, вот, и, в принципе, после этого, после этого вы добавляете вот такой вот модуль, модуль, да, я называл сервер-модуль, который расширяет специальный класс abstract-модуль, и функции configure вы указываете, что называется, bindings, то есть, это аналог wiring, spring, да, то есть, вы связываете некоторый интерфейс, да, и связываете с его реализацией, и всегда, когда у нас необходим заряжайте некоторый интерфейс writer, объект writer, да, использован объект file writer, вот, и после этого, после этого, у вас, если нужно его использовать, вы создаете специальный инжектор, с помощью функции juice create injector, вот, и после этого из инжектора получаете instance сервера, да, и после этого используете, то есть, в принципе, на что похож инжектор, он похож на bin factory, да, в spring game, или application context, поэтому, что интересно здесь, да, что интересно, что сервер, сервер, это просто некоторый класс, да, мы его никак не помечали никакими аннотациями, никак не конфигурировали, просто google juice видит, что это класс, класс, поэтому он его создает, да, без всякой конфигурации, что очень хорошо, потому что это уменьшает количество ненужной конфигурации, если нам это не надо, на капе, то есть, некоторая проблема, да, если у вас есть sprint, да, там есть life cycle, да, там есть post construct, поддержка, подестрой, тут этого нету, да, тут необходимо некоторое ухищение, потому что google juice этого не поддерживает, вот, также поддерживается qualifiers, то есть, нам, например, нужно не просто заряжать некоторый bin writer, а, допустим, с свойством db, да, db, в таком случае мы помещаем с помощью аннотации named, что нам нужно именно db, вот, а когда мы конфигурируем модуль, мы указываем, что мы bindим интерфейс writer, у которого есть qualifier db на db writer, а у которого есть qualifier file на file writer, да, и тогда, в принципе, мы можем его инжетить уже не только по типу, да, но еще и по qualifier, что довольно-таки удобно. Есть также поддержка binding не только классов, но и объектов, да, допустим, вам необходимо bindить не некоторый bin single tone, а некоторые свойства, да, вот, допустим, у вас есть свойства типа gcurl, в таком случае вам вы указываете тип свойства, это, скорее всего, string или integer, или double, указываете его идентификатор, вот, и объект, который будет возвращен, да, это, в принципе, то же самое, что в properties в спринге, так же будет работать. Вот, также вы можете сделать то, что называется bin или configuration в спринге, то есть, допустим, вам необходимо не просто забандить некоторый класс, да, как мы делали вот здесь, вот, вот, а как-то его инициализировать, вот, в таком случае вы создаете явно его объект, объект инициализируете и его вносить как помощью аннотации provides, да, в том же самом server-модуль, это тоже работает. Еще одна интересная фича, вы можете явно в интерфейсе указать его реализацию для бандинга, да, вот, допустим, есть интерфейс writer, и вы хотите сказать, что у меня writer всегда будет связан только, допустим, с классом db writer, да, для этого есть аннотация method by, тоже интересно, потому что здесь, в принципе, аналога нет в пинге, да, это фича, которая есть только в Google. в Google. Вот, и то же самое с помощью функции это провайдер, да, мы бандим writer, вот, на объект db writer, и его инициализируем, соответственно, после того, как мы его инициализируем, у нас будет объект writer, который мы забандим на writer. Spring, так, Spring, в принципе, это очень популярный фреймворк, вот, и та же самая задача, у нас есть объект сервер, вот, и необходимо нам сделать injection для объекта writer, да, вот, с чего все начиналось, это xml, так, мы пишем нашу конфигурацию на xml, мы бьем наши бины, вот, у каждой бина есть идентификатор и есть класс, так, вот, и, соответственно, мы с помощью определенных элементов в xml, да, делаем бандинг, вот, какой минус xml, я думаю, в принципе, вы все знакомы с этим, во-первых, это легко ошибиться, легко ошибиться, вот, и, во-вторых, у нас получается разбиение, у нас есть отдельно код, да, есть отдельно xml, да, естественно, это не очень удобно, поэтому на смену xml пришли другие виды конфигурации, но в любом случае, если вы забандили, заварили ваши свойства, то, естественно, вы с помощью вашего контекста можете их получить обратно, аутоваринг, так, в принципе, когда вы явно указываете связи, не очень удобно, потому что очень большая получается xml конфигурация, поэтому, конечно, аннотациями это намного проще, вот, и у вас есть аннотация аутовария, для того, чтобы вы могли заутоварить другой dependency с помощью поля, с помощью метода, сеттера, или конструктора, да, то есть, в принципе, три способа это сделать, да, как вы думаете, а какой способ самый лучший? А почему? Ну, а вот, почему так плохо, да, ну, компактно, две строчки, то есть, а здесь тоже может пойти другой класс, и, например, допустим, у нас будет шесть dependencies, да, будет большой-большой конструктор здесь, правильно? Неудобно, да, громоздко, чем вот так плохо? Ну, так он потом создастся и прижатится. Интерфейс, почему сможем? А, ну, да, мы не можем сделать final, да, согласен, в таком случае у нас получается код более безопасный, вот, и здесь у нас, что хорошо, мы всегда должны writer передать, правильно? Мы не можем его не передать. Здесь в данном случае у нас получается writer это как optional dependency, да, то есть, человек, в принципе, если оно не поинициализировано, он может об этом даже не догадаться. Если мы используем сервер не в контексте спринга, а как обычный поджо, да, мы можем просто забыть его инициализировать, правильно? Мы тоже его не гарантируем, что оно будет инициализировано, что, конечно, плохо. Поэтому, в принципе, да, совершенно согласен, наиболее удобный способ через конструктор, вот, но есть некоторые другие способы. интерфейс инжекшн, очень популярная концепция в спринге. В чем он заключается? Вы в вашем классе, в вашем компоненте некоторый интерфейс реализуете, допустим, это application context aware, вот, когда вы это реализовали, у вас появляется метод переопределенный set application context и вы туда инжеките этот вот application context. Чем это хорошо? Чем это хорошо? Что это все делает автентически, то есть, спринг сам находит все эти классы, которые его интерфейс реализуют, сам вызывает эти функции callbacking, да, то есть, в принципе, один из вариантов интерфейса инжекшн. Что еще есть в хорошем в спринге? Поддержка коллекций, да, чего нету, допустим, в GoogleJuice. Вы можете объявить вот такую вот коллекцию, list, set, вот, и все бины, которые данный интерфейс реализует, попадут в эту коллекцию, причем можно делать ordering и так далее, чтобы был определенный порядок. Auto-discovery, да, для того, чтобы объявлять компоненты в XML, мы с помощью аннотации объявляем его как bin, да, либо так, либо указываем явно идентификатор, либо еще указываем scope, вот, и, соответственно, в каждом случае у нас, наш класс является bin-ом, доступным также для dependency injection. Qualifier, так же самое, как name из GoogleJuice, мы можем объявить некоторый bin с qualifier, это как бы алиас, псевдоним, вот, бизнес, какое-то имя, вот, и в таком случае, когда мы делаем injection, так, мы также указываем qualifier для того, чтобы Spring знал, какой из bin-off заинжект, да, потому что, допустим, нам нужен райтер, да, не просто райтер, да, у которого есть свойство как memory, да, и мы, собственно, мы используем аннотацию qualifier, которая не является JavaX, совместим, это просто чисто спринговая аннотация, и время для пазлов, да, давайте мы парочку пазлов рассмотрим, потому что они интересны, вот, и это показывает о том, как человек сбирается, или как человек думает, вот, допустим, такой простой пазл, как вы думаете, как тут будет Spring работать? это все в одном файле, да, да, конечно, сможем ли мы запутать Spring, Spring, а почему ошибка, а почему ошибка, вот здесь все логично, два конструктора, да, помните ли, как это бывает, где же ошибка, а зачем нам отворять поле, а зачем нам отворять поле, мы просто, а это не так важно, мы просто объявляем конструктор, да, employee, в котором есть параметр department, да, есть у нас такой bin, вот, есть, правильно, то есть, естественно, его может Spring заинжектить, правильно, то есть, тут все логично, то, что мы поле не инициализируем, это от нас не требуется, да, мы можем это делать, конечно, так и обычно делается, но мы можем это и не делать, так он может догадаться, или будет один по умолчанию, и так далее, как бы вы поступили, допустим, вы авторы Spring framework, да, как бы вы сделали в таком случае, а потому Spring гарантирует, что когда он делает инжекшн, то всегда он либо bin поставляет, да, либо будет ошибка, да, но он никогда не может быть здесь. Ошибы. Понятно, еще варианты есть? Итак, совершенно верно, да, у нас два конструктора, оба они, в принципе, пригодны для использования, да, мы когда создаем bin, мы его задаем конструктор, вот, но, соответственно, так как мы повесили две аннотации, auto-wired, то Spring не может сама решить, что ей выбрать, и в таком случае, что она делает ошибка, да, будет ошибка при запуске нашего приложения, совершенно верно. Хорошо, вот такой вариант, будет ли здесь работать? да, совершенно верно, в принципе, в принципе, второй конструктор тоже пригоден, да, для вызова, да, но, что делает Spring, он видит, что у него конструктор без параметров, да, без параметров, он его вызовет, совершенно верно. Хорошо, вот такой интересный пример, будет ли здесь работать? Ну, не знаю, да, опять же, Spring это очень интеллектуальная система, она может делать все, что угодно, поэтому, вам мешать, будет ли она работать, или не будет, да. А вот Employee, Employee же Object, правильно? Пускай он Employee заезжает туда. То есть Object будет now после AutoVining, да, на самом деле, смотрите, опять же, Spring никогда не работает холостой, то есть, если у вас есть AutoVired, AutoVired, не стыд, Required False, так, то после того, как у вас завершилось старт вашего контекста, здесь будет либо корректный бин, да, либо будет ошибка, да, поэтому после AutoViring здесь надо быть не может, да, а как же это будет работать? Очень просто. Дело в том, что в этом случае, совершенно, у нас есть AutoViring Benign Object, да, и Employee является наследником класса уже, правильно? Все, я думаю, понимают. Но, именно в этом случае, и на случай, Spring требует, чтобы был бин, у которого был тип Object, да, не базовый класс Object, а именно тип Object был, да, то есть, допустим, Object, да, в данном случае, такого нету, поэтому будет ошибка, совершенно верно. Хорошо, вот такой пример, будет ли это работать? Все примеры на Spring 5, да, я сразу буду говорить, вот, чтобы не было вопросов, Spring 5, и так, будет ли это работать, как вы думаете? Нет, а почему? Типа разные, да, я согласен, типа разные, у нас есть, есть Car, да, тут optional, да, вот, но все может быть, да, у нас, как бы, Spring 5, опять же, очень, и, 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 некоторые классы, и так, как это будет работать, все очень просто, на самом деле, на самом деле, Spring 5, если вы знаете, он работает на Java 8, правильно, вот, он поддерживает Java 8 все функциональные интерфейсы, он поддерживает также тип optional, поэтому, что он будет делать, он увидит, что у конструктора есть параметр, у которого есть тип optional, так, optional, и он видит, что нет такого вебинара, правильно, и он что сделает, он туда передаст пустой optional, пустой optional, а пустой optional, да, если мы знаем функцию get, что она будет делать, нет, не null pointer, no such element exception, да, вот, поэтому тут будет exception, но уже в конструкторе, да, не при, кстати, спинга, но, но, так как поддерживает спиннг optional, то его можно сделать вот так вот, например, если у вас нет такого вебинара, да, вы можете сказать так, ага, нет вебинара, я возьму бин track, да, то есть в принципе это как бы первый шаг, первый шаг функционального программирования, да, вы можете сами строить свои бины на основании того, есть ли они в контексте или нет, в принципе довольно-таки интересный пример. Java Base Configuration, чем она хороша? Тем, что, во-первых, у вас возникает возможность объединять ваши бины в некоторый, ну, скажем так, scope, да, то есть в принципе у вас есть класс configuration, в котором будут те бины, которые отвечают за некоторую функциональность, да, вот допустим, мы объявили класс configuration, объявили бин, да, сервер, вот, можно указать также идентификатор явно, можно указать полифайеры для этого бина, вот, можно указать компания скайлит, можно было искать другие бины там и так далее, вот, что еще интересно, полезные фичи можно прямо утварить в этих функциях наши бины, то есть если есть некоторый бин райтер нашей конфигурации, да, можно его так передать, нет необходимости делать его autowiring, да, вот, и потом передать можно явно как параметр в функции, которая, мыщая аннотация бин, что довольно-таки удобно, да, это избегает очень большой конфигурации. И вот интересный пример, да, вот мы говорили о том, что field injection плохо, да, вот тот пример, как раз, когда field injection, это хорошо, да, потом у нас юни-тест, юни-тест, и мы autowiring поле, да, это наш бин, который мы тестируем, да, так как это наш тест, то здесь, в принципе, инкапсуляция нам не нужна, да, мы просто объявили поле, сделаем autowiring, с помощью аннотации спинга мы потянули наш контекст, вот, и, естественно, все работает, все хорошо, здесь никаких проблем не бывает. Хорошо, еще один интересный пример, да, пазл, будет ли это работать? У них разный может алиасы, но у них одинаковый идентификатор, да, есть идентификатор writer, правильно, потому что название метода writer, а здесь мы переопределили идентификатор, да, он должен быть writer2, но будет writer, и получается у нас два бина с одинаковым идентификатором, да. Нет, мы квалифайер тут не используем, да, тут просто у нас вот есть два бина, и все, без квалифайеров, да, вот, будет ли это работать или нет, как вы думаете? Если бы мы такое сделали в XML, оно бы не работало, да, была бы ошибка, тут будет работать, совершенно верно, что делает Spring, он возьмет первый, который он нас ждет, конфигурация, остановит просто я проигнорирую, вот и все, да, это очень интересная фича, поэтому нужно знать, да, что в принципе два бина не может быть с инентификатором, вот, но второй просто Spring pro игнорирует, вот такая его функциональность. Хорошо, а если я вот так пытаюсь сделать, будет ли это работать? сейчас мы разберемся в этом, я думаю, все знают про Spring Expression Language, SPL, да, и вот я хочу взять и сделать такую вещь, я хочу за-автоварить, но не с помощью out of wire, да, с помощью аннотации value, которым обычно изжалить какие-то свойства, да, вот так ли будет это работать? Как вы думаете? А вот давайте мы проголосуем, да, кто считает, что это будет работать? Одна девушка не смело тянет руку, а кто считает, что не будет работать? Четыре человека, да, остальные, остальные еще не определились, да, вот, окей, но на самом деле это будет работать, да, будет работать, потому что, опять же, что мы сделаем? Мы хотим использовать value, да, в принципе, для injection, неважно, что injection, да, что такое у нас writer с решеткой, это у нас обращение к бину, бину, который антификатор write, есть такой бин, да, вот он, вот наш bin writer, да, раз мы сделали именно решетку, а не доллар, да, то это будет работать, да, и у нас, соответственно, будет writer, это bin writer совершенно, конечно, так делать не стоит, да, как вы думаете, почему? да, код неочевиден, и, в принципе, если вы поменяете название метода, да, то здесь ничего не поменяется, да, это, в принципе, код небезопасный, совершенно, я согласен, вот, но, тем не менее, вот такой, как SPL, SPL, это очень мощный language, word language, и, в принципе, советую к нему присмотреться, там можно взять очень интересную вещь, вот такой вот интересный пример, я бы сказал даже примерище, у нас есть попытка объявить 4 бина, все с одним и тем же идентификатором, да, два я объявляю как java-based configuration, третий бин как component, и четвертый в XML, да, и все это я подтягиваю все вместе, да, то есть component scan у меня возьмет этот бин, а input resource, четвертый, да, будет ли это работать, как вы думаете? Окей, еще может какие-то варианты есть? То есть, то есть, я лишь могу это предугадывать, на самом деле, как это будет работать, так еще, что произошло, мы попытались сделать ситуацию, которая является системой корректной, мы пытаемся объявить 4 бина с нако-дентификаторами в трех разных местах, да, если бы у нас не было бы java-based, а было только компонент, и XML была бы ошибка, да, но у нас есть java-based configuration, что делает Spring, он видит, что есть бин, да, java-based, он его подтянет, со стороны проигнорирует, да, вот так, это тоже нужно знать, потому что это, в принципе, скажем так, изначально, не очень-то логично, да, то есть если вы ошиблись с названием, идентификатором бина, то его просто спринг-прогнорирует, и все, не будет никаких ошибок, ничего, вот такая вещь, да, да, то есть XML, как бы, нет, он просто сначала загрузит вот эти бины, да, а потом уже пойдет в XML, да, и так как есть уже такой идентификатор, да, то, в принципе, по идее, может быть ошибка, да, должна быть, но ошибки не будет, вот, потому что так Spring работает. Generic Types, да, а Generic Types, это одна из самых сложных тем, которые есть в Spring, вот, то есть не в Spring, а в Java, вот, и мы уже говорили о том, что Spring поддерживает, как инжекшн отдельного бина, так и списка бинов, что очень хорошо, потому что можем все бины определенного интерфейса заинжектить и с ними работать, так, хорошо, а может ли Spring вот такое делать? У нас есть некоторый интерфейс, назовем его контейнер, да, у которого есть параметр type-t, произвольный, и мы создали два бина, да, это Spring контейнер, и Double контейнер, да, у которого Generic Type, String и Double, вот, и мы пытаемся заинжать туда вот такой контейнер string, да, с помощью alt-a-wired. Что скажет Spring? Померет ли оно наше желание? Не поймем, скажем, что вагу наше желание? Окей, у нас уже появились пессимисты, какие еще, может, есть варианты? У нас как бы правое крыло это пессимисты, левые оптимисты, да, вот, в центре пока молчат. Будет ошибка, это мы уже слышали, ну, как бы, нужен какой-то еще оптимистический вариант, да, а то как-то все время пессимистически как-то будет не очень хорошо. Так, что у нас скажет еще? Так будет работать, нет? И будет, нет, да, на самом деле он будет работать и он именно String и Теннис заинжектит, да, но это самое интересное не то, что он это сделает, а как он это сделает? Ведь смотрите, у нас же, если вы знаете, все generic types уничтожаются, правильно? Type Razor, да, в Java, то есть, когда у вас компилированный код, у вас тут не будет String, у вас здесь будет просто контейнер, правильно, в рентайме? И как же тогда String это сделает? Как он найдет, да? Да, совершенно есть специальный вот хитрый подход, да, лазейка, да, которую можно это сделать, String использует, поэтому именно он и занят же String контейнер, да, это будет работать, то есть тут все хорошо. А если пытаемся усложнить ситуацию, да, у нас будет два бина, два бина, второй бин уже нам известный, это String контейнер, да, вот он у нас, String контейнер, а первый бин, это такой хитрый анонимный класс, мы это можем делать в Java, если вы знаете, что теперь скажет Spring, что он нам, как на это отреагирует? то есть есть, а почему именно анонимный класс? то есть если поменяем местами, то будет уже, ага, окей, то есть порядок влияет хорошо, еще варианты есть какие-то, может быть. Опять же, еще раз, Spring очень корректно работает с Generic Types, то есть, что я ему вид, он видит, что есть анонимный автоварьет, который требует контейнер String, да, есть такой у нас бин, вот он есть, он его иззажетит, не потому, что он первый, да, а просто у него тип контейнер String, да, этот тип является тоже контейнер String, но у него объект это класс, да, тут он является более близким, более близким, поэтому здесь он его возьмет, так он работает, но, если мы добавим анонимный анонимный на String Container, то он возьмет String Container, да, поэтому анонимный анонимный очень мощный, она позволяет вам, когда есть некоторые коллизии по типам, выбирайте именно тот бин, который вам нужен, то в данном случае будет этот именно бин заинжекчен. Хорошо, еще один интересный пример, у нас есть вот такой вот autowarit, мы хотим заautowarit Container Number, а у нас есть Container Long, так, Container Long, вот, будет ли это работать? buying, будет работа ? Ну, лонг же является средником набора, правильно? Почему мы не можем задержать ... не ну как налог и является средником на это не нужно указывать правильно то есть будет все должно работать понятно хорошо а вот вы видите что не будет работать да а как тебя чтобы наработала что мы хотим все но чтобы да он совершенно так будет работать да то есть в принципе потому что у нас контейнер лонг он не является заменой до контейнер нам бы да это как вы его нельзя преобразовать а вот так если мы сделаем да то что называется wild cars то это будет работать в принципе спинк это поймет кстати да то есть он довольно таки интеллектуальная вещь хорошо один такой пример полупазл представьте себе что у вас есть некоторый бин некоторый бин вот и вы объявили конструктор да в котором будет джекшен вот такой вот список райтеров вы по всем проходите если у вас есть класс дибирайтер дибирайтер то вы там ну допустим вводите какое-то сообщение в лог вы объявили бин дибирайтер да вот загрузили систему у вас все корректно работает то есть у вас выводится что вы используете дибирайтер да а потом вдруг что-то случилось там через месяц и у вас строка перестала выводиться это при этом у вас конфигурация все корректно да то есть ничего не менялась как вы думаете что же произошло да только более простой пример мы добавили аннотацию async адация async плюс еще добавили enable async чтобы заработала так а почему что теперь это перестало работать да потому что у него уже класс будет не дибирайтер да будет какой-то уже прокси да вот и видите такой простая вещь все поломало поэтому то что то есть спинги это очень мощная штука вот но gdk прокси цигали прокси вот и все остальное оно немножко усложняет том числе и дебаггинг и в том числе поиск ошибок их нахождения поэтому здесь нужно стал выбирать на фреймворк а вроде как все хорошо и просто да но одна простая аннотация да все поломало да и вас может быть самые разные проблемы за это причем нужно догадаться да что из-за этого она перестала работать что очень интересное спинги вот она поддерживает все аннотации которые есть в java и java x это inject resource вот поэтому если вы имеете проект с java.e на спринг да вы можете использовать в предыдущей аннотации у вас все будет работать все будет корректно что спринг 5 появилось интересного дело в том что фил веб фил веб это один из архитекторов спинга он как-то создал такой опрос на что жалуются пользователи программисты и оказалось что пользуются на две вещи первое что слишком много магии до в спринг проектах а вторая что слишком много кода на его средстве нужно какой-то баланс между магией и как бы четкими указаниями что делать вот и что у нас появилось спринг пятом это возможность добавление бинов программно то есть у вас есть контекст контекст вы можете просто взять сказать я хочу данный бин данный класс сделать бином да это будет работать более того более того если вас интересует перформанс то именно такой вариант является наиболее быстродействующим почему потому что здесь нет никакого ран тайме сканирования всех класс пэфов да вы четко сказали я хочу такой бин и все вот либо второй вариант если здесь у нас мы просто указываем класс который будет бином здесь у нас просто будет мы создаем объект объект можем и поинициализировать да то есть аналог аннотации бин это тоже будет бином что довольно таки интересно еще одна интересная фича которая привела спринг пятом это функциональные как бы функциональный поиск бинов то есть если раньше если раньше мы использовали вот такую конструкцию да вот и у нас райтер делается джекшн то теперь просто новый тип обжиг провайдер обжиг провайдер вот и соответственно можно используя его выполнять разные операции да например можно сказать я хочу такой бин райтер но если его нету другой бин вот и принципе такой вариант тоже является вот такой немножко отход стороны функционального программирования которое очень интенсивно предлагает спринг старается много делать этого очередь еще один интересный способ улучшить перформанс это специальная библиотечка спринг контекст индексер что она делает если вы ее добавите ваш проект и его соберете то у вас вас после сборки появится такой вот файл спринг компонент где будут все ваши бины все ваши бины вот и чем это хорошо тем что потом уже в рантайме не придется спрингу опять же лазить в класс пф сканировать искать себе ный по аннотациям он уже знает какие они есть вот он и таки загрузит что опять же ускоряет старт вашего приложения поэтому принципе это довольно таки полезная фича дегер 2 дегер 2 это проект который стартовал тринадцатом году в чем его цель зачем вообще нужен во первых необходим был легковесный фреймворк который потреблял очень мало ресурсов так и те кто использовал android android а там очень много требований к ресурсам и не подходил спринг и его аналоги поэтому ему нужен был какой-то другой пример они решили использовать дегер вот в чем его суть одна из его особенностей в том что если спринг например мы все наши связи вычисляем на этапе старта приложения в рантайме здесь все определяется на этапе компиляции допустим вам нужен дегер вы его добавили ваш пом xml вам необходимо добавить специальный аннотейшн процессор да значит они будут работать вот и допустим вам необходимо сделать опять же банди да у нас некоторый интерфейс интерфейс вам необходимо его забандить зажать идти в объект сервер вы как и раньше отметили аннотации inject вот и теперь самое интересное а как же у вас будет все это происходить очень просто для того чтобы это сделать вам необходимо определить специальный интерфейс который будет вот как контекст да это как вот точка входа в как бы ваш обжиг граф вы его добавлять аннотации компонент то есть здесь принципе компонент немножко другая как спринге это все другая аннотация она говорит о том что у вас данный интерфейс данный фейс вот будет точки входа singleton смысл похож да у вас такой компонент будет один на все приложения если вы данный вот код откомпилируете и зайдете в ваш класс pf вот то вы увидите вот такую интересную компиляцию компиляции в чем проблема проблема в том что вы зайдете рейтер рейтер но нету бандинга до бандинга и уже на компиляции на компиляции будет такая ошибка не в рантайме на рантайме вот если же вы если вы добавите реализацию файл рейтер добавите специальный класс модуль класс модуль в котором вы укажете провайдер для вашего райта то есть объект рейтер на персоналок аннотация бин да и сделаете mvn package укажите модуль в аннотации компонент то у вас появится вот такие вот новые классы то есть принципе при компиляции у вас сгенерируется много-много классов то есть тут шесть классов ваших 6 классов деггера вот причем как понять что это классы не ваши тут будет префикс деггер префикс деггер вот и потом будет название вашего компонента вот и соответственно соответственно для того чтобы получить доступ к вашему обжиграфу вот вы используете новый созданный класс деггер стартер store create получаете ссылку на store вот оттуда уже начинаете доступ к вашим бинам вот и чем это хорошо потому что это является ну скажем так безопасным да вы знаете уже после компиляции что у вас нет никаких ошибок для бандинга если вы слышали про проект протобав да это тоже проект то используя в google и протобав это сервизация да здесь очень похожий подход да в протобав что здесь то там есть схема схема вы компилируете схема получаете готовый класс который вы сервизируете то же самое здесь то вы не используете все что угодно да вы ставите специальный набор интерфейсов и после компиляции у вас получается вот такой вот специальный класс деггер стартер store к тому же есть готовые заглушки да есть функция билдер из функция create вот которая вам уже возвращает то что вам нужно вот вот тоже самое storage модуль factory да то есть он возвращает нам уже наш файл райтер то есть принципе здесь довольно таки удобно из поддержка лези эволейшина допустим нам нужен некоторый бин но не сразу попозже для того чтобы это стартовало быстрее мы объявляем нашу ссылку как лези лези и в таком случае в таком случае данный объект будет нациализирован не сразу же при инжекшине да а когда мы вызываем get да аналог лези лоудинга в java вот есть поддержка qualifiers здесь то есть принципе можно также помечать наши бины аннотации named для того чтобы можно было выбирать да вот допустим нам нужен именно named db или файл это опять же будет скорее всего использовано при компиляции и теперь интересный вопрос как вы думаете если я например добавлю вот такой вот аннотацию named да будет ли не ошибка при компиляции или нет да совершенно верно да он скажет нет такого квалифайера и он выругается при компиляции да поэтому опять же здесь видите безопасность да вы знаете уже на этапе компиляции да что у вас есть какие-то проблемы не при запуске вашего приложения тестирование как бы тестировать ваш код допустим вам необходимо использовать в тестировании дбрайтер какой-то фейковый рай то да вы объявляете его отдельным классом до добавлять новый fake модуль fake модуль указывать его как что-то право и что новый бин вот и соответственно добавляете новый интерфейс тесто который расширяет предыдущий наш production store да вот этот который у нас был продакшене вот этот store да продакшен вот появляется store да и соответственно после этого после этого когда вы запускаете опять же сборку все компилируется вот у вас появляется новый класс digger test store вот вы его создаете вот и используете в ваших тестах да опять же у вас все происходит при компиляции да то есть ошибок уже в рантами быть скорее всего не может и так какие у нас плюсы и минусы работы с дпн сириджершн плюс у нас во-первых появляется слабое связывание это самое главное проще тестировать наш код также у нас появляется reusability наших компонентов вот минус но естественно что необходимо это все выучить вот и если вы используете такие тяжелевесные приморки как spring да то там могут быть очень странные случаи которые непонятно из-за чего у вас все предстоит работать поэтому вот использование таких легковесных как google juice и деггер позволяет эти проблемы уменьшить уменьшить какие можете запросы друзья если у кого-то возникнут вопросы можно поднимать руку я подойду с микрофоном чтобы их было слышно на записи тогда у меня есть вопрос у меня есть две майки майки наши фирменные мальчики вот я их привез из одессы для того чтобы отдать самому активному участнику да поэтому я жду вопросов то есть майка интересная да я даже могу всем показать вот я ее сам не рисовал конечно вот но вот такая вот так что будет вопрос да пожалуйста я на одном собеседовании спросили как бы реализовали dependency injection без фреймворков чисто средствами java каким-нибудь дизайн паттерном вы бы как сделан ну в принципе если такое нужно то опять же вот так предлагает google juice то есть есть байдинг сделать мэппинг между вашим интерфейсом вашим классом в принципе какой-то другой вариант я не вижу какой-то паттерн какой ближе подходит фактор имеет ну в принципе да это похоже даже на билдер скорее всего да вы указываете все как бы preconditions да то есть scope qualifiers там и так далее lazy может быть и variation да и потом получаете ваш байдинг вот ну да есть некоторые еще ссылка на факторы конечно да пожалуйста если какое-то ограничение по количеству бинов ну во первых если вы используете spring да думаю spring используете то я думаю что вы в курсе что там уже есть очень много бинов да и в первую очередь это бин просто процессор который специально добавляется чтобы делать разные магии вот поводу количества я думаю что ограничения нет но разве что может быть там на и интеджер max value да потому чтобы они где-то конец какой-нибудь там листе или мы тогда то есть принципе я думаю что ограничено только объем вашей скорее всего оперативной памяти и просто размером листа или коллекции кстати интересный момент есть даже специальный видео тестовый проект на сайте спинга где тестируется как раз вот это вот спинка тэс индексер да как влияет это на загрузку это можете взять проект скачать его там 50 тысяч бинов и так далее миллионы бинов и просто поменять сделать это миллиард бинов проверить как это будет работать а почему вас возник такой вопрос у вас был какой-то пример где было много бинов или не ну как бы типа вопрос был чем был проект у нас есть там сервисные классы которые ты захочешь тебе первое там я не знаю сколько там строчек просто автоварит 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 и хотелось понимание как бы типа есть какая-то зависимость ну помимо то что выглядит да как бы так себе вот и не другая негативная сторона вы знаете скажу честно я думаю что у вас сначала будут проблемы с класс лоудингом начнутся сейчас будет там миллиард бинов например да а потом уже спринге да то есть если у вас выдержит gvn на такое количество классов да то спринг точно выдержит окей спасибо еще может вопросы есть да вот вопрос есть спасибо было очень интересно а скажите и частично спринг возможно решил уже вопрос тяжеловестности они же разделили спринг на спринг core и компоненты то есть если нам нужен только dependency injection мы можем теоретически только использовать core и все остальное просто не тянуть себе тут такой момент во первых вы знаете что есть проект спринг бут да вот и я думаю что процентов 95 проектов спринге это спринг бут да вот а там уже все и спринг core и спринг бинс и спринг контекст и так далее поэтому в принципе нельзя избавиться вот ну я думаю что почему выбирают спринг а не juice не там какие-то другие фреймворки потому что людям больше нужна функциональность и интеграция с другими системами да поэтому здесь уже перформанс ну как бы он уже отходит на второй план но опять же я хочу сказать что очень много тратится заработчиками спринга на улучшение перформанса да вот поэтому в принципе я думаю что вот версии спринг бут 2 1 2 2 там были много улучшений именно в плане стартапа и перформанса и вот еще был молодой человек с вопросом сейчас одну секундочку мне интересно сколько часто используются гжуз и даггер 2 джуз это проект который я думаю часто используется в java и приложениях да вот потому что там не спринга да а нужно какой-то депренденции инжекшн плюс там есть интеграция с gpa с вебом там есть специальный джуз и рулет поэтому он очень популярен даггер 2 это очень частый фреймворк для андроида да потому что там в принципе нужен тоже депренденции инжекшн вот а именно легковесный легковесный минимум ресурсов поэтому очень популярен именно для андроида конечно да он подходит для java и для андроида то есть он совместим я думаю что он java 6 плюс крест и совместим поэтому можно использовать его и для этого и для этого пожалуйста еще вопросы да вот еще добрый вечер спасибо за хорошую презентацию было интересно расскажите пожалуйста с точки зрения вашего опыта есть ли какое-то будущее у java и и если смысл вкладывать в изучение наше время допустим да спасибо за вопрос если смысл вкладывать свое время данное изучение я скажу так но во-первых java и она преобразована в джакарта и я думаю вы знаете да она пришла под управление эклипс foundation она переходит еще да но вроде как еще пару месяцев перейдет то есть принципе oracle больше не занимается java.e это занимается вот на source комьюнити там и ibm и redhat и многое другое что будет с ним тяжело сказать потому что последние два года это был вот этот ребрендинг рефакторинг перенос да я думаю что нужно еще где-то подождать полгода но вот у меня был доклад назывался java.e. dead and alive он есть у нас на ютюбе если вам интересно java.e. java.e. и джакарта.e она в принципе ну скажем так мало изменилась за последнее время но появился такая спецификация как микропрофайл слышали может нет микропрофайл это спецификация для разработки микросервисных enterprise приложений на основе java.e. то есть если вам нужны open tracing если вам нужен допустим histrix если вам нужен load balancing если нужно метрики и так далее так но вам не хочется использовать spring то это все уже включено вот этот вот микропрофайл вот есть уже специальный просто агрегирующая зависимость да просто добавляете в ваш проект вот и у вас все появляется как бы склоп то есть в принципе он очень интенсивно разрабатывается если не ошибаюсь в шестнадцатом году была версия 1.0 уже сейчас есть 2.1 да и есть вот open liberty это веб-сфера open source и паяра и фронтейл да это вайл файл они его поддерживают в принципе если вам нужно enterprise приложение современное микросервисное вот то пожалуйста вот микропрофайл это поддерживает да еще вопросы может быть есть это идет как спецификация которая поддерживается другими технологии то есть такой вот не фреймворк это как вот набор день технологии то есть метрики отдельно до отдельный load balancing до отдельно идет history x отдельно идет допустим там поддержка тому security и так далее вы просто его берете себе да то что нужно и используйте ну скорее всего вам нужно все будет да поскольку принципе это набор технологии которые являются в принципе важно что последний вопрос я думаю что можете пойти на даю а посмотреть зарплатный опрос до за прошлый год там есть более цифры корректные я скажу честно я думаю что дело даже никто сколько платит больше а в том что сколько вакансий скорее всего есть да вот на рынке я думаю вакансий больше на спринг это во первых во вторых новых проектов больше появляется на спринге да чем на джекарты и поэтому соответственно если вам тесно какое-то будущее перспективе да вот но подумайте что за выйдет хорошо и так и не основная задача выбрать футболочки для самых активных участников до хочется ввести их в одессу вот но нужно отдать конечно вот да я думаю что я вот левому крылу отдам одну футболку да пожалуйста вот молодой человек давайте поаплодируем за работу вот и одно я даю вам двоим а вы решите кому она больше принадлежит спасибо всем за участие сергей спасибо что удалось приехать всем призы раздали хочется вам наш традиционный сертификат и вот вы много путешествуете ездите в конференцию надеюсь вам будет полезно спасибо давайте поаплодируем да спасибо большое